Созуля, сука! Где ты, блядь? За спинами, за доля, в шумилке! Выйди сюда, к людям! Выйди, поговори, ты меня газом заливал! Выйди сюда! Только что позвонили, эти ребята так смело действовали, не заметили в толпе депутата Киеврады Новикова. И избили его. Там не просто избили, там его сейчас зашивают, будут собирать на БСП. Так что пресса, кому интересно. А Дэ, это не бывает. Дэ, Дэ. Не знаю. Его на БСП повезли на лесной. На лесной? На лесной, да. Так что никто не застрахован, пожалуйста, это бездействие полиции. Говорят, Созуля стоит там, в толпе, балакла, не стесняется. Созуля! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Щойно ви бачили коментар депутата Київради, якого поліція і збила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Зараз депутат Киевради Олексій Новиков продовжує коментувати сам инцидент. Целая бригада не смогла задержать, даже если я совершив, как я не считаю, там, преступление, да, но грош цена этим полицейским. Деньги брать, они не рады. Они затянули наручники, ну, как видите, я спокоен, но в то же время тут молиться, чем они затянули наручники наручники. Да, алло. Поэтому завтра, ну, будем выступать, это вопрос. Кличко обещал закрыть, ну, тут наручники. Да. И били то, что, вы должны понять, что меня не били там, это не был поединок один на один, два на одного. Меня заломали, положили лицом на брусчатку и били сверху, я чувствую, что каблуками били и по почкам. Я просил, я кричал, что, пожалуйста, каждый, кто бьет, представьтесь, как полицейские, с фамилиями отчества, номер жетона, чтобы я потом мог посмотреть вам в глаза, ведь у вас же тоже есть семьи, дети. И моей супруге мне тоже нужно будет сейчас показаться на глазах. И она будет, стоит ли быть депутатом или не стоит. Что-что? А вы пытались, что депутат был у вас? А надо ли? Или у нас, получается, депутатов пить у нас не надо, да, а обычных людей можно. Я не представлялся, что я депутат. Но произошло преступление со стороны полицейских. Я встречался сейчас с Чернышевым. Позиция, ну, конечно, в целом, то, что Чернышев сюда пришел, ну, молодец, как человек. И, да, где-то я его даже уважаю и не побоялся. Но как полицейский, у меня вопрос, правильно ли он поступает, правильно ли он делает. Я к нему подошел, говорю, верните мне мой пакет, у меня там документы смерти на сессии. И он тоже хлопает руками, как пингвин. Говорит, ну, а что я могу поделать? Нужна ли нам полиция? Мне кажется, где-то вообще проще гораздо без полиции. Побить людей там и все. Ну, меня даже не задержали. Что это за полицейский? Так что еще раз я подчеркиваю, спасибо нашему гражданскому обществу, спасибо тем людям, которые подходили с этих домов, спасибо, кто с других общественных организаций пришел поддержать. Я повторюсь еще раз, что то, что здесь творится, это отрабатывается схема, как можно, вопреки закону, застраивать наши инструкции. То же самое будет по озеру Качиному, то же самое будет по другим заправам, по другим объектам строить. Так не должно быть. Надо что-то менять. Уже, не знаю, с вами, Майдан тоже применили полицию, силу против людей. Чем оно заключается? Здесь повторяется. Что-что? Кличко тоже, Кличко, мэр, но может быть, если он будет видеть это обращение. Он обещал людям, превселюдно, что он остановит эту стройку. Кто-то говорит, что он не имеет авторитета. Я считаю, что Кличко это авторитетная личность. Просто людей он не считает за людей. Он говорит, закроем, я вам обещаю, все мои будут законы. Но потом, реально, как должен мэр, позвоните и сказать, ребята, хватит, это мой город, здесь должен быть порядок. Он этого не делает. Он обманывает всех нас с вами. Он обманывает всех нас с вами. Сейчас мы на Ревуцкого сегодня видели, как депутат Киевради Олексій Новиков давал комментарии прессе о своем убитке. Я також, вибачаю, що не здержався висловлення в адрес поліції, але вони переходять всі межі дозволеного. Сама поліція порушує закон, і ви бачите, який спротив людей, люди обурені діями поліції. Ще раз хочу сказати, що реформа, яка пройшла, от результат цієї реформи. Безжалісне побиття людей, поліція, яка також задула мене газом стоять, в стороне посміхаються, їм весело, вони лікують. Я ще раз говорю, що багато в поліції тих людей, які, я б сказав би, вбивали людей на Майдані, і вони всі залишились працювати в поліції, пройшли так звану атестацію. Ми знаємо, що атестація – це інтернет-ресурси, багато люди писали, що пройти атестацію колишньому Мінту стоїть 2000 доларів. Як ви бачите, зараз поліція і раніше покривали от це беззаконне, заробляли гроші, тож 2000 доларів для пройшення атестації – для них не такі великі гроші. Все це проплачується, вирішується. От поліцейський, який задув мене газом, він був у Балаклаві, він не понесе ніякої відповідальності, тому що людина без шеврону, я це відео пізніше покажу, виділим, встановити його особу, на жаль, не вдасться, він не понесе ніякої відповідальності. Якщо б у мене була зброя і є 345-та стаття, прям один, що стосується журналістів, що погроз, нападу, там значний термін позбавлення волі, але вони покривають друг друга і ніякої відповідальності ніколи не несуть. От і результат ми маємо. Ви бачите, як стоїть поліція, світяться їхні нашивки. Такими козирками закривають номери на шоломах, щоб приховати свою участь в цих злочинах. От вам нові шевроні, нова реформована поліція. От даний поліцейський. Майкер заховав свій номер. Гарно одіти за кошти, які виділені на реформу. Отримують гарні зарплати і більш за взяттям б'ють громадян України. На даний час люди не розходяться. Нагадую, ми знаходимося на Ревудського 8. Автозаправка ОКО. Працюють парамедики. Не втомлююсь кожного разу дякувати їм. Не доводилося жодного разу отримувати їхню допомогу до сьогоднішнього дня. Але все-таки сьогодні я відчув, скажімо так, якість допомоги парамедиків. Молодці, молодці дійсно. Люди завжди, до речі, хочу сказати, що парамедики надають допомогу всім людям, поліцейським, активістам, людям, які там чомусь постраждали. Вони одразу біжать, надають допомогу. Нагадага, надають допомогу, Qicsoval Baş Продолжение следует... Продолжение следует...